О, автобус сбил! Это не миф. Ужас для заморышей. На самом деле пьяные медведи с балалайкой и цыганами просто так по городам России не ходят. Блин, получается, не ходили, теперь ходят и даже бегают. В Нижневартовске дошло до ДТП с медведем. Придется гаишникам вводить новую графу в НПДД. Прикиньте, теперь будет статистика. По вине водителей столько-то замесов, по вине пешеходов столько-то и по вине медведей пока одна авария. Но, сами понимаете, вес сна. Мишки только-только начали выползать из зимней спячки и все только начинается. Вот, например, из Екатеринбургского зоопарка пришла весточка, что первым из медведей, как и много лет подряд, проснулся и вылез из берлоги на белый свет гималайский мишка по имени Гай. Гай. Специалисты нашего зверинца сообщают любителям подневольных животных, что посмотреть на пана Гималайского... Да, мы журналисты солидные в возрасте, застали еще кабачок 13 сулев. Так вот, на пана Гималайского можно посмотреть только утром, ибо по вечерам Гай Ричи... А, нет, просто Гай забуривается обратно в берлогу, ну, видимо, чтобы пососать то, что зимой не дососал. Кстати сказать, Нижневартовский медведь, он ведь сбежал и не из зоопарка, и не из леса. Кто-то спросит, так откуда медведь? Оказалось, он удрал из гостиницы Европа, где жил... Ну, нет, не в номере, а на улице, в вольере, вместе со своим бурым соплеменником. Обстоятельства этого побега из Шоушенка не сообщаются, но известно, что медведь оказался на улице Авиаторов, где погнался за смелым аборигеном. Тот стоял рядом с медведем и разговаривал по мобиле, ну, как ни в чем не бывало. Косолапый зверь воспринял это как неуважение и погнал отчаянного бедолагу по тротуару. Возле автоцентра Киа Моторс парень поскользнулся, чуть не упал, но взял себя в руки и перебежал через дорогу в непроложенном месте. Мишка за ним и попал под зеленый автобус. Сам виноват. Но, по счастью, лохматый зверь не погиб. Еще одна съемка относит нас на перекресток Авиаторов 9П. Да-да, 9П. Есть такое название улицы в Нижневартовске. Под стенами своей родной гостиницы Европа, вышедший из спячки медведь, слегонца попугал дам в машине. Прям вообще медведь. Б***ь, мать, точно, б***ь. Ира, не останавливайся, б***ь. Ира, б***ь. Да я боюсь, чтобы он не кинулся под колеса. Ой, мама. Ира, б***ь, не надо мне его сюда. Забери людей, людей заберите. Б***ь, у нас полная тачка. Сюда бегом, бегом в газель, бегом, бегом в газель, бегом. Люди в газель, бегом. Б***ь, бегом в газель, бегите, мужчина. Он разорвет вас, б***ь. Б***ь, бесстрашный. Ты мой жайчик, ты мой жайка какой, а? По концовке подавленного автобусом зверя поймали, зашнуровали и закрыли на территории предприятия Нижневартовск Ремсервис. Под охраной полиции. В мэрии сообщили, что хищную зверюгу усыпили. Ну, в смысле, не как старого кота. А усыпили, то есть отправили обратно в спячку. Жертв и разрушений среди югорчан нет. И на посошок немного уточняющей информации. Когда заинтересованные люди посмотрели угомонившемуся зверю между ног, они охнули. Оказалось, это вовсе не медведь. А кто? Волк? Лиса? Заяц? Дед? Бабка? Колобок? Да давай, не томи. Оказалось, это медведица, которой всего полтора годика. И, похоже, малышке придется искать новое жилье. Ее хозяин, Анвар Агаев, видимо, на зверюгу осерчал. И больше ее не хочет видеть в своей гостинице. Может, поэтому малая медведица избежала. Почувствовала нелюбовь. Возможно, ее приютит какой-нибудь зоопарк. Или бродячий цирк. Или еще кто сердобольный. Все-таки это образ-символ России. Убивать медведицу точно не будут. Ибо, как известно из классики, убивать медведей все равно, что убивать детей. Но еще сообщается, что полиция Нижневартовска проводит проверку в отношении охладевшего к медведице хозяина Анвара. Ну и вообще пытается установить обстоятельства произошедшего. Как то бишь так могло получиться, что в России по улицам ходят медведи?